не уряда. И вообще, вы сейчас, Михаил, читали лекцию о высоких материях, о инвестициях, о кредитно-денежной политике, о банках, о ВГЗ, о правильном климате, инвестиционном бизнес-климате в Украине. Мы вообще о чем с ними говорим? Они сегодня проголосовали за казино. И вся их политика заключается исключительно в одном. Как сегодня последние денежки, если еще у кого-то остались, если там у человека даже какое-то избережение в банке, если кто-то там на черный день себе отложил, как у людей эти деньги вытянуть через казино, через лудоманию, через новый порог, который сегодня эта партия своими 226 голосами, они нашли свои 224, плюс спикер и вице-спикер, 226 слуг народа, сегодня честно проголосовали за казино. Вот это их победа. Они сегодня отслужили и горной мафии по полной. И пусть это будет. Вот их в судьбе этот день запомнится навсегда. Когда через несколько лет у нас порог лудомании захлестнет Украину. Когда на каждой остановке у нас появятся теперь так называемые отельчики, и через них у детей будут отбирать деньги. Если кто-то не помнит, как это в стране творилось 10 лет назад, то вот сегодня распахнули ворота игровой мафии мира, чтобы они привезли сюда весь металлолом и весь хлам со всего мира и расставили его в Украине, чтобы окончательно ободрать украинцев. Поэтому после этого разговаривать с людьми о инвестиционном климате, кредитно-денежной политике нашей страны, я считаю абсолютно неактуальным. Еще раз хочу сказать, все на выборы. Это единственное требование, которое сегодня должно быть ко всем слугам народа, к правительству, к президенту, к премьеру, ко всем. Все на выборы. Вы обманули людей. Точка. Панкачный. Далее Галина Янченко. Знаете, вот сегодня Юрия Натальевна...